Первое место, которое мы посетим, будет индуистский храм, храм Балажи. Отсюда дорога займет около 45 минут. Так есть некоторые требования к внешнему виду и к посещению этого храма и последнего места в церкви Старого Гуа. Первое, то что ваша одежда не должна быть слишком открытой и в первую очередь это относится к женщинам. Что как минимум должны быть прикрыты колени и плечи. Поэтому, Елена, у вас есть что-то? Да, есть. Поэтому прикрывайте, пожалуйста, колени. Приходим в храм. Мужчинам уже? Критично, а вот в соборе святой Екатерины, это уже в конце, если у вас шорты, когда вы стоите, не доходят до колен, то вас не пустят. У вас как они, когда до колен доходят, нет? А я могу штанычить, вас пустите и запишите. Я буду их снять, скажем. Ну ладно. Я не буду меняем. Далее в индийский храм заходим босиком, в обуви оставляем у входа. Носки тоже. Носки можно оставить. Ну там не грязно, там везде покрытие ковровое, не страшно. Вот, далее перед божествами, перед алтарем, пожалуйста, не поворачивайтесь спиной, стойте либо боком, либо... Можете оставить какое-то пожертвование символическое, там 5-10 рублей. Ну так приятно. Не хотите, можете не оставлять. Следующее место, которое мы посетим, будет национальный парк Бхагаван-Махавир, где вы увидите водопад Дудхсагар. На этой машине мы едем дальше до населенного пункта Кулем, то есть от храма первого места, которое мы посетим, до Кулема. Дорога займет опять же минут 40. И в Кулеме будет какое-то небольшое время ожидания, и затем вы пересядете на джип, я вас посажу на джип, и вы поедете к водопаду на джипе. Я с вами не поеду к водопаду, только вы. Ну и там будет еще с вами 3 или 4 человека. Не могу пока сказать, это будут индийцы или европейцы. Ну, значит, кто попадется. Пока мы, когда мы приедем, пока водитель занимается, там, наверное, немного учить и стоять, пока нам дадут джип, вы за это время можете позавтракать. Завтрак у нас не включен стоимость экскурсии. Там есть, останется, пожалуйста. Да, ну, выпить чай, кофе, там, самосу взять, чтобы помелости нет. Ну, или омлет можете заказать. Там не особый выбор. Я чувствую себя тигром. А вообще, это ты еще мертвый? Доповник знает, смотрите, если говорить с позиции индуизма, реинкарнации, считается, что душа может воплотиться в любую форму жизни. В животное, в растение, в человека, в рыбу, в птицу, во что угодно. Все в зависимости от кармы. То есть, ну, это причинно-следственная связь. То есть, это действует только в человеческом... В человеческой форме жизни есть свобода выбора, есть возможность пойти вверх или опуститься вниз. А в животном, в виде животного, растений, птиц и тому подобного этого нет. То есть, это просто отработка того, что вы заложили раньше, будучи человеком. Примерно так. То есть, можно стать и собакой, согласно представлениям индуизма, и многими другими живыми существами, в зависимости от кармы. Примерно так. Ну, население вот так сможешь, спокойно идет. Такие прям. Не агрессивные, ничего. В основном, да, но, опять же, здесь очень много народов и менталитет разных народов разных. Вот, заметили, там, вот, в Ферюка ходишь, и в кафе есть, кто работает, и у нас Гималая. Разные вот, да. Ровы гуляют сами по себе. Ну, она дольная, да? Вот, смотрите. У нее есть, а? У нее есть немного, да. Сисечки у нее. Ну, она точно бездомная. Потому что сейчас все коровы домашние, хозяйские, все они пронумерованы, все они... Ой, господи. Так, вот, сейчас у нас первая часть экскурсии. Это храм. Куда мы заходим. Так, ну вот, утражанье. А вот. Посмотрите вокруг, какая пустота. Сейчас туристов очень мало, поэтому экскурсии практически нет. Вот такой храм здесь. Дальше, дальше там беднеется. Вот. Даже, знаете, вот группа не набралась. И на этой экскурсии всего мы втроем. Вообще, должно было еще семь человек быть. Ну, нам пошли навстречу. И решили для нас провести экскурсию. А мне разуваться, да? Нас заставили разуваться. Идем по такой дорожке. Вот это вот храм. Ой, что-то уже носочки мокрые. В общем-то, Балази – это немного нетрадиционное божество для данного региона. В районе города Тирумала, штате Антропродэш. И изначальный храм Балази – это самый большой религиозный комплекс в мире. Самый посещаемый религиозный объект в мире. Там туда в день приходит, в обычные дни, от 30 до 50 тысяч паломников. А в дни праздников, может быть, до 200 тысяч денег посещать его. То есть, там огромный комплекс на много гектаров для того, чтобы распределять эту толпу. Там очень длинные турникеты, лабиринты, залы, ожидания. Для нас? Ну, электричество, тем не менее, канон строительства храма, он сохраняется. Поэтому это место тоже символически присутствует. Называется Дипа? Дипа. Вот эта вот штука дальше, видите, такая вот платформочка. Называется Бали Пит. Бали – это жертвоприношение. Ну, конкретнее, это заклание животных. Вишну не приносят кровавой жертвой, животных здесь не убивают. Но, тем не менее, опять же, это место символически присутствует. Вместо заклания животных, туда приносится бескровная жертва, вареный рис, цветы, либо размывается кокосовая ряда. До сих пор возу? Да. Рис и цветы, да. А вот цветы, которые вчера использовали, посмотрите, их выкидывает, ой, выкидывает какое-нибудь чистое место. Лена, зачем? Это… А для чего они вообще надевают эти цветы, потом это складывают? Цветочные гирлянды – это атрибут поклонения, они подносятся божественными. А потом, ну, их меняют, они подвяли, на следующий день приносят свежие эти цветы. А здесь нельзя? Да, да. Образовать трупы запрещено законом. Может быть, где-то, ну, чтобы никто не видел по-тихому, может быть, иметь, могут быть, иметь единичные случаи, вместо, но, чтобы это было массовое явление, постоянное, такого нет. Образование хорошее, да? Разное. Образование хорошее, ну, в основном, государственное, среднее образование. Обратно же, коррумпированное. Какое, может быть, нормальное образование, если коррумпированная страна? Правильно ли? Есть региональные различия значительные. Есть. Тобой привезли их. Можете там что-то взять, чай или кофе. Мы ждем нашего джипа. Я вас сажу в джип, и вы едете на водопад. Лишние вещи неценные. То есть, если у вас какая-то одежда лишняя, что-то такое, можете оставить здесь. А здесь сколько времени дается нам на завтрак? Полчасика, в зависимости от того, как нам надо сейчас объединиться с кем-то еще, нам нужно найти 3-4 человека. О, приехали. Сейчас вот позавтракаем здесь. Ох! Ну что же, идем мы завтракать. Завтрак у нас не включен, поэтому мы взяли с собой тормозочек. Кто-то вот предлагает бананчики для обезьян. Тором обезьян. Самоса заказали. Вот такая самоса. Вай-вай и 100 рублей. Не надо нам такое. Конечно не надо. Там везде бесплатно. Горко. Играет М November. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Двое 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 Да не бойся, дай ей в руки. Мартышка в клуб. А он вторая пришла, хочет. Вон она сзади. А вот еще одна. Вот маленькая. Она воды хотела украсть. Вон она сзади тебя стоит. Нет, и вон сзади меня поздали. Сзади меня поздали. Дай мне клетку. Давай, дай ей. О, сзади. Не упади, смотри. Она пошла. Да, пошла. Эй, что такое? Что ей ищет? Ну, начинается драчка. Старенький, смотри. А? Старенький. Старенький? Да, мне было бы, что это следит. Нет. Знаешь, что вкусно? Она, аж выхватила. Аж выхватила. На. А где она? Чи-чи-чи, на. Чи-чи-чи. Иди возьми. Что ты боишься? Сейчас он в сумку еще залезет тебе. А, еще один прибежал. Или это тот же. А старенький убежал. Старенький убежал. Он сидит здесь. Ты мне фотографируешь находит? Ты наглец, да? Наглец. Все, он с вами получил и пошел. А у меня еще есть. Дэня, ты фотографируешь меня? Дай старенький его. Не дядя тебя. Старенькая сидит. Дэня, снимай. Знаешь, что вкусно? На. На. Обезьяна. Чи-чи-чи, на. Чи-чи-чи. Обезьянка. Ой, какой он наглый, а. Сейчас он сумку еще залезет. А, еще один прибежал. Блин, это тот. Старенький убежал. Дэня, мама, ты меня сфотографируй на пони обезьянке. У Лены сперла целую пачку чипсов. Вот наглая. Наглючая морда. Наглючая морда. Идем, на. Она не может прыгать, наверное. Как ты видео не сделала, что ли, верно? Сделала видео, я фото делала красивой. Ой, молодец, такой смелый. Давай, за это еще одну конфетку я тебе дам. А пипишка какая у меня? Какая пипишка? Ну, не бойся, не бойся. Чего ты там рот раскрываешь? Тебе, главное, дают? Я тебе даю, а ты рычишь. Без ты же такой. Кто отбираешь? Интересно скалит зубы. Ой! Какой он злой, а ух! Пусть скушает. Да не бойся ты. Чего ты? Я испугалась. Лицо так делает. Дай мне еще говорить, да? Иди к бане, не получим больше. Нет, так смешно так делает лицо. Мам, посмотри на ее гениталии. Такие интересные. Красавчик такой. Красавчик. Вот как делает сок страстника. А здесь отборы. По гору я выйду, по гору я. Брызгает на все стороны. Сейчас руки большие. Вот так выглядят, да? Чуть поменьше 30. Это 50? Это 50? Это 50? Маленькая 30. Это обычный. Ой! И тебе были другие палочки. Какой сладкий. На Шри-Ланке мы их купили. Лена, подержи, я отключу. Что? Отключу телефон. Другой все. Дерпись. Ну я записывала, Билан. Мама у меня блогер. Керопер. Так вот, плантация спец. Посмотрите, как здесь красиво. Ну что, мы пробиваемся. Ох! Ну здесь настоящий оазис. Смотрите. Здесь уже... А, здесь написано надпись, что нельзя рвать цветы. Красота какая. Смотрите, какой цветочек. Интересно. Колокольчик. Сноса 400 рублей. Ага. 400 рублей. Ход стоит сюда. Но в этот вход включен и этот. Сноса 400 рублей. А сейчас я расскажу. Вот это, такой салапанма. Это арекалапанма. Ну да. А че это? Что это? Так, здесь у нас шведский стол, смотрите. В основном такое вот все национальное. Вот такие лепешечки. Это чипсы какие. А это что? Как называется? Это рис. Всякий. Ну, в основном здесь рис. Вот там напитки, да? Можно взять? Да. Начинайте отсюда. Начинается в Индии все с риса. Рис обычный, белый. Это желтый кулаун с добавлением овощей, риса. Дал. В общем, все жидкие блюда, которые это все льется. На рис сверху. Это подливы. Все риса, да. Все, что жидкое, это дал. Это бобовое такое блюдо. Кушаная картошка по коже. Это муд турецкий горошек с добавлением овощей. Кулаун тоже поливается. Да. Это картошка в кляре. Это папор называется, ну типа чипсов. Острая штука. Это тоже штука острая. Остра кисло-саленая приправа. Немного берите, чайная ложка достаточно. Потому что рис сладкий. Так, а здесь уже не вегетарианские блюда. Это, видимо, рыба какая-то. Тоже соус. И вот здесь мясо. Курица назовем, скорее всего. Ну, в общем, я вот набрала. Это картофельные чипсы. Вот такие, такая лепешечка. Это рисовая, да? Там не рисовая штука, основа бобовая. Называется это штука. То есть бобовая, с которой я поселила Ураддал. Это достаточно остров-саленая. Это достаточно остров-саленая. Это картошечка, рис. Напиток. Лена, будешь хлеб? Лена? Лена, вот ты посмотри сюда. Возьми хлеб один и все. Так, вот такие креветочки смотрятся. Не-не. И рыбка. Вот такой у нас сегодня обед. Пронесли нам на какой-то шаре. Не пурили раньше. А это что за чай? Из листьев лимонной травы. Из листьев лимонной травы. А во сколько лет я взял крем? Я его такой, типа водки. Самогон. С плодов, две шьи. Ну, как знал. Немного знал. Как у нас, знаете, в обычной школах и в обычных. Два. Так, вот такие цветочки. За один, Трюка. А то мы так смотрели, смотрели на эти бусы. Так нам было завидно. А теперь у нас такие цветочки. Вон на меня. Как вам такие цветочки? Арековая или бетельная пальма. Посмотрите, под кроной есть плоды. Когда они созреваются, они отца оранжевыми. Внутри в каждом овальной форме. Такое семя по форме. По размеру примерно, как у скотнери. А где плоды? Что-то я не вижу. Под кроной. Ага. Она цветет, да? Интересно. Она и цветет, но не пальмит. Все это некрасивые, очень мелкие. Эти плоды очищаются, семена извлекаются. И это, в общем-то, основной продукт, ради чего выращивается эта культура здесь. Ее используют как такое легкое тонизирующее средство. Иногда есть такие удержения, что это даже легкий бытовой наркотик. Выживание бетеля – это распространенная обретная привычка. А вот такой цветок. А это что за цветок? Это один из видов декоративного имбиря. Ого, декоративный имбирь. Красивый. Но его кушать не у меня, да? Наружная оболочка содержит волокна. Волокнистая. И очистить ее достаточно. Сложно. Внутри эти волокна прирастают к семени. Это получается не в коме, да? Нет, ну, употребляется семя. Это не продукт питания, это тонизирующее средство. Ну, еще это лекарство от Глистол. Ясно. Чем пахнет? Пахнет. Вот где эти, которые едят их потом, как это? Вишни эти, ну, не едят. Это кофе? Да. Лювак, лювак? Кофе-лювак? Нет, это не лювак. Это кофе робуста. Не, его съедают эти, как его, животные? Ну, эту вишенку можно, да. Животные съедают. Но это не здесь. Вот здесь тоже цветок. Это не расписано. Животное это есть в местной фауне. Но чтобы этим кто-то занимался, в Индии такого нет. В Вьетнаме сильно занимаются. Здесь урожай уже собран. Но, в общем, это перец. Перец? Да. Он растет такими гроздьями, наподобие как черемух, плоды черемухи. Ну, сейчас уже сорвали, видимо. Или изначально не было, или сорвали, но сейчас нет. Есть четыре вида перца. Все получаются из одного вот этого растения. Если их просто высушить, плоды чернеют после сушки. Черный, всем известный черный перец. Если зеленые плоды на секунду опустить в кипяток, после сушки они остаются зелеными. Зеленый перец. Когда они полностью созревают, красного цвета становится красный перец горошком. Но его не следует пудать с розовым. Это другой вид. И зрелые плоды, если их опустить на пару-тройку суток в воду, наружная оболочка сгнивает, ее отмывают. Ядра бывают грязно-белого цвета, бежевого цвета. Это белый перец. То есть они отличаются незначительно, немного. Белый используется, например, в белых блюдах, чтобы не испортить цвет блюда. Это белая рыба, белые соусы, бешамель и там подобные вещи. Майонезы. Черный, самый универсальный, самый распространенный. Ну, а зеленый и красный это в основном баловской и маркетинговой код. Называется моча. Ну, не моча, но моча. А гукуа получается равнераспространенный, да? Вы смотрите, какая красота. Была едят, но я на компани, не знаю, как называется. Ну, где зелено? Ведят. Ну, не знаете, называется моча или моча, да? Ну, это не просто зажирный, типа намок мало. Он уже какой-то зеленоватый красный. О! Хорошики есть. А что ты? Ну, он зеленый, да. Он чернеет. Слушайте, когда созревает, видите, там есть отдельное, некоторые уже покраснели. Ага. Вообще, вдика. Ммм, какая красота. Смотрите. Очень красиво. Вот она вот такая. Она окрашивает. Да, мы добавляем плов. Плов добавляем, чтобы пловик у нас был такой, желтенький. Ты разве добавляешь? Ну, я иногда добавляю, да. И вон растение покажу. Я покупаю куркуму. И вот. Куркума. Почему она дает вкус? Чтобы дает вкус, она не используется сама по себе. Тик? Да, из него делают дорогую мебель. Старая деревня делали в полу до кораблей. Это дерево, которое устойчиво к воздействию влаги, не разбухает. И оно столетиями. Крепкое, да? Старая деревня. Ну, как хорошо говорит, на хинди. Наш гид. Прожил здесь столько лет, он говорил. Он очень давно уже живет здесь. 2006 года. Он приехал сюда, когда ему было 24 года. У него жена индияна. Жена индусская, медсестра. И двое детишек. Ну, в общем, у него вид на жидкость здесь живет. Верелки. И пошел собирать в отель. Ух ты. Как обезьянка. Ему не нужно спускаться вниз и снова подниматься вверх. Таким образом он экономит время. У него, наверное, сильные руки. И сильные руки вот так собирают. Давайте я поаплодирую. Молодец. Получается, хозяин сада этого здесь живет. Вот посмотрите. Да, этого, этой плантации, этого бизнеса. Вот дом. Двухэтажный. Даже не двухэтажный, а получается два этажа и сверху там мансарда. Типа мансарда. Так, вот последний пункт нашей экскурсии. Посещение церкви, посещение храма. Так, а где наши? Я что-то их не вижу. А, вон они. Посмотрите, какой был храм. Видели частые? А! Гоа, Белия. Старый Гоа. Да, этот город назывался просто Гоа, и по его названию называется сейчас целый штаб. Когда-то этот город назывался Чан-Игратур, и он был административным центром в те времена, когда Гоа входил в состав биджатинского свитоната. Затем, когда португальцы завоевали Гоа в 1509-м, они не стали отступать от традиций. И здесь тоже был их административный центр, столица. Также он превратился в важнейший центр римской католической церкви на всем азиатском континенте. Здесь было построено десятки христианских церквей, соборов, базилик. И так, некоторые из них остались, некоторые разрушились и пребывают сейчас в руинах. В начале 19-го века здесь произошла эпидемия чумы. Тогда время наибольшего упадка этого города произошло. Столица была пересенена в новый город, в Панаджи, в 10-ти километрах в западу отсюда. Вот это первый объект, который мы сегодня посещаем. Это базилика Бом-Жесу, или Доброго Иисуса, Милостивого Иисуса. И прямо напротив собор Святой Екатерины Александрийской. Базилика Бом-Жесу была построена в начале 17-го века. Так строительство велось с 1605-го по 1615-е годы. И 10 лет ее строили. Базилика, почему называется это? Создание имеет вот такие вот ребра. Это базилика. В Римской католической церкви градация. Малые, большие, одна, маленькая. Все большие обсчитания находятся. И почитается в Римской католической церкви святой покровитель детей. Часто изображают вот таким образом с ребенком на руках. Можете посмотреть на круг стены. В основном они украшенные. Когда-то они были полностью покровеносписью и пресками. Во время эпидемии чумы в начале 19-го века их подвели неизвестью. Как считалось, для дезинфекции. И до сих пор так и осталось. Местами только вот остались отдельные незакрашенные фрагменты. Позже предпринимались просто. То есть все рассчитано. Размер помещения, высота вот этого балкона. С ее высоты голос распространялся без микрофона на весь зал. То есть дерево, да? Да. Да. Вот вверху... Все дерево? Да. Посмотрите, вон там фигура с поднятой вверх одной рукой. Изображается Игнатий Лайола, основатель ордена иезуитов. Один из сооснователей наряду с Францисом Эксавиером. Вверху изображается три паспаса сидела, отец Семьи Святой Божьей. Внизу столбик из официального вечеря. Каминопад, где мы покажем, как мы свершим. Всем поздравиться. Семьи Святого Францисом Эксавиером. И вот здесь вот находят церковь святого Францисса Церина. Где? Вот. Вон там. Видно очень хорошо, но посмотрите, самое... Да, вверху... Самое правое окно, самое большое там, если присмотреться, можно взять и разрешить голову. На самом верху, да? Да. На самом эфире. На самом эфире. Ну, ты говоришь, вела по сути, да? На это поры по сути. Да, это поры по сути. Не желаю. А вот собор. Это стали восемьдесят лет, это десять лет. Ну, восемьдесят лет. Собор Святой Екатерины в наше время самый большой действующий католический храм в Азии.